Мы говорим о важности Духа Святого, о важности Его в нашей жизни. Духом Святым нам даны откровения. Духом Святым мы слышим голос Божий. Мы говорим с Богом, Духом Божьим. И мы получаем мудрость от Бога, Духом Святым. Духом Святым мы видим, как дары действуют в нашей жизни. Дух Святой возбуждает нас в веру, и она растет. И Дух Святой помогает нам исполнять Божью волю. И Духом Святым мы понимаем, как действовать, получать и отдавать благословение. Многие люди не понимают, как принимать и жить в благословении. Они думают, что они могут содержать семью. Они думают, что они могут содержать мужа или жену. Но как можно содержать или хранить благословение? Я думаю, что вы больше всех понимаете, что благословение – это не просто набор слов. Благословения, которые на вашей жизни, нереальны. И благословение кое-что значит. И оно важно. И я побывал во многих странах. И я вам скажу, что где-то 75-80% христиан, которых я встречал, не понимают, что такое благословение. Может быть, потому что они не евреи, не знаю. Христианские язычники. Я хочу начать с того, как использовать благословение. На мой взгляд, это очень интересно, насколько люди жаждут учения. Но они больше хотят теологии. Они хотят услышать какое-то слово или учение, которое просто сорвет им крышу. Они хотят такого учения, от которого они скажут, «Вау, никогда об этом не слышал». Это же новый взгляд. И иногда можно такое вытворять. Но как христиане, как верующие, мы уже прочитали Библию не один раз. Не знаю, сколько я уже читал Библию. Но несколько точно. И потому, что мы читаем Библию, мы знаем, что в ней. И Библию проповедовали благословенные проповедники веками. То есть, мы учим и так, о чем уже учили раньше. И поэтому для меня, например, было бы довольно непросто сорвать вам крышу новым учением. Поэтому я приехал к вам со старым учением. С истиной и Словом Божьим. Потому что на моем опыте люди часто забывают, что написано в Слове Божьем. Они слышали его, но они забывают. Потому что наши ежедневные заботы, они просто забирают наш разум от Писания. И из-за этого люди не обращают внимания на благословение. И я хочу вам кое-что продемонстрировать. Потому что я один из тех людей, который хочет всегда говорить людям, что делать и как делать. Потому что если я так не буду делать, то вы можете после моего учения сказать, хорошо, хорошее было учение, но как это на практике применять? Поэтому я хочу, чтобы из этого класса вы поняли, как, когда и что делать. И в этом отношении ваша жизнь будет богаче. И у вас будут более близкие отношения с Богом. И я хочу продемонстрировать то, о чем я говорю. И я хочу, чтобы ты пришел вперед, я не могу подойти, выйди, пожалуйста, вперед. Подойди ближе, еще ближе. Я сейчас его благословлю. Я благословлю тебя в имя Иешуа. Аминь. Спасибо, можешь сидеть. Спасибо. Что произошло? Я его благословил. Я расположил благословение на Нем. Я возложил благословение на Его жизнь. Я не знаю, если он это делает, но я даже не знаю его имя. Что его имя? Артем. Джон? Артем. Артем? Артем. Артем. Ты был благословен сейчас. Только что. И проблема в том, что мы очень часто это делаем. Мы делаем это... Я не должен сказать «вы», потому что я генитарь, но я родился генитарь. Так что все равно. Я Господь, родился генитарь, родился генитарь. Я, ну, возрожденный к вечной жизни, наполненный Духом Святым Язычник. Окей? Но евреи, каждую пятницу вечером, они встречают Шаббат, празднуют его. И они возлагают благословение на своих жён, детей. Но когда мы вот в ежедневной своей жизни, когда мы бегаем, повсюду ходим, то как часто мы благословляем людей, говоря «благословляйте вы имя Ишуа»? О, let me ask you, Артем, whatever, Артем, how many times have someone done to you what I just did? Артем, сколько раз тебе делал кто-то то же самое, что он тебе сделал сейчас? Awesome. In Denmark, and in other countries, people rarely doesn't do that, and especially not every week, but maybe once or twice or three times a year, people do that. They bless other people. I have been traveling to the United States for 15 years. I have visited churches, but I have no more than two or three times experienced someone coming up to me and saying, I bless you in the name of Yeshua. And what happens now, maybe he, oh, another blessing, thank you. Maybe that's how he reacts. Может быть, его реакция такая, о, еще одно благословение, спасибо. You have had hundreds of them, right? You have had hundreds of blessings. У тебя было уже сотни благословений, да? Maybe, yeah. So, one blessing, more or less, doesn't mean anything, does it? Well, let me tell you, or ask you, what do you do with all your blessings? Что ты делаешь со всеми твоими благословениями, вопрос. What should I do? Exactly. What именно? Exactly. What should I do? I've been blessed, I know that, and people blesses me, that's fine. They wish me all good, and it's great. But what should I do with it? It's like standing in front of a well, filled with water. But you have nothing to draw the water out of the well. But you want the water, but you can't get it. Or it's like someone giving you something that in itself is very precious, but you just place it on a shelf. Not knowing what to do. You leave it there. And eventually you forget, because there are hundreds of presents there. And you don't even remember, which one was given by whom. You don't unpack it. You don't unfold it. You don't unfold it. But I want to tell you today, how to handle a blessing, because in the same way you need to know how to handle everything given by the Holy Spirit. Because in the same way you need to know how to handle everything given by the Holy Spirit. It's very important to know that. Wouldn't you like to know what to do with the blessing? Wouldn't you like to know what to do with the blessing? Yeah. Would you like to know it all you? Well, the blessings are given for a reason. I don't know the reason why I should pick him and bless him now. But while we were worshiping here, I was standing there and the Holy Spirit spoke to me that I should bless him. That's why I did it. Поэтому я так сделал. И вскоре в твоей жизни будет ситуация, когда тебе нужно будет это благословение. И поэтому оно дано тебе. И были времена в твоей жизни, когда ты нуждался в благословениях, данных тебе. Но ты не использовал их. Потому что ты не знал, как их использовать. Они могли изменить твою жизнь, но ты не знал. И многие благословения нам были даны в жизни, но мы не знали, как их использовать. и поэтому это не изменило нашу жизнь. Когда мне было дано благословение, меня Дух Святой открыл много лет назад, ко мне подошел человек и благословил меня. И я получал так же много благословений, как и ты, но я их никогда не использовал. Только вот несколько лет назад это началось, когда человек подошел ко мне и благословил меня. Когда я вернулся домой, я сказал, Господь, почему я сегодня благословил? Что-то произойдет со мной? И Дух Святой проговорил мне и сказал, ты только жди и увидишь. И спустя несколько недель пришла определенная ситуация в мою жизнь. И Дух Святой сказал, что теперь тебе нужно это благословение. И неважно, откуда вы родом, какую одежду носите, перед всеми нами перед всеми нами в какой-то момент предстоит выбор. Например, какое мне получать образование? Брать эту работу, не брать? выходить замуж за этого человека или жениться на этой девушке? Идти мне туда или туда? И перед всеми нами стоит такой выбор, и тогда вот нам важны эти благословения, которые над нами произносили. И несколько лет назад, вот как раз после этого случая, как меня благословили, передо мной предстал выбор. И когда Дух Святой мне проговорил, то я принимал это решение, выбор делал. И Он сказал, «You shouldn't make that choice until you have spoken to me. Я принял определенное решение, но Дух Святой мне сказал, что ты не должен был делать это решение, пока не посоветовавшись со мной». So I spoke to Him and said «Holy Spirit, I need that blessing in action right now to help me take the right choice, make the right decision in this moment». И я сказал, «Дух Святой, мне нужно это благословение, чтобы правильно принять решение прямо в сию секунду». И Дух Святой сказал, «Да». И тогда я принял решение. И это было правильное решение, которое я сделал. «Я был благословен этим». И много всего произошло хорошего. «Всякий раз, когда мы находимся в каких-то ситуациях, нам, например, нужно поменять направление, работу, сделать еще какой-то выбор, призывайте те благословения, которые получили. Дух Святой, благодарю Тебя за благословение, которое было мне дано две недели назад. И я призываю это благословение, я нуждаюсь в нем». И Дух Святой вложит вам в разум что-то, что заставит вас сделать правильное решение. «Вот так нужно применять благословение». Его не нужно откладывать. Его нужно применять. И если вас уволили, или вы должны переехать в другой город, или еще что-то другое, вы можете обратиться к благословению, которое дано вам в жизни. И я вам говорю, что время от времени вас будут благословлять по определенной причине. «Всякий раз, когда вас благословляют, на это есть причина». «И вы можете просить Бога, чтобы Он напоминал вам об этом, потому что всякий раз, когда вам нужно будет благословение, вы сможете Его призвать и применить его». «И я увещеваю вас, чтобы вы использовали свои благословения и применяли их». «И вы увидите, какую разницу это делает». «Это сделает в вашей жизни огромное различие». «Только по откровению Духа Святого вы можете это взять». Поэтому я молился о том, чтобы Дух Святой открыл наш разум, наши глаза, наши уши, чтобы мы могли это принять, схватиться за это. Чтобы мы это могли запомнить. «Когда вы закончите обучение, когда погрузитесь в ежедневную жизнь, вы несете с собой благословение, которое можете применить. и это создаст большую разницу для вас в вашей жизни». Правильно? вот так применять благословение. Не надо его откладывать и говорить, «Ну, я благословен, и что дальше?» «Хочу, чтобы вы поняли, насколько важен Дух Святой, сколько Он значит. что Иисус говорил об этом?» «Я хочу, чтобы вы это знали». И когда Иешуа говорил, что лучше для вас, чтобы я ушел и пришел к вам Дух Святой, то это было очень важно и очень серьезно. И если бы Иешуа не ушел, Дух Святой бы не пришел. Вот что Он сказал. «Если я не уйду, то и Дух Святой не придет». «Я ухожу, чтобы Он пришел». Знаете, что это значит? Ну, так, как бы, между строк, что это значит? Это значит, что Дух Святой для вас будет еще более важен, чем я. Может быть, кто-то из вас расстроится по этому поводу. Иешуа здесь был как стопроцентный человек. И ученики должны были следовать за Ним. Чтобы слышать Его проповеди, видеть Его исцеление, они должны были следовать за Ним. Но Он сказал, «Я даю теперь вам Духа Святого». И это значит, что теперь вы можете идти в этот мир, исполненный Духом Святым, и можете проповедовать Евангелие, совершать чудеса. И поэтому Он сказал, «Идите, больных исцеляйте». Но разве не Бог исцеляет людей? Как же можно говорить, что мы исцеляем? Потому что Он так сказал. Он сказал, «Вы идите». «Вы проповедуйте». «Вы исцеляйте». «И я буду с вами». Но вы идите. Поэтому у нас есть работа, предстоящая нам. И мы можем исполнить это, только если мы исполнены Духом Святым. Если вы не крещены Духом Святым, не пытайтесь исполнять эту работу. Не делайте это. Потому что Иисус сказал к Существу, и это был Петер, это был Иоанн, это был Исипедий, это был Марк, они все были там. И Он сказал к ним, «Вы не будете выходить на крест, until you are baptized in the Holy Spirit». Потому что Ишуа даже сказал своим ученикам, Петру, Иоанну, Якову и так далее, что «И вы не идите, пока не сойдет на вас Дух Святой». То есть Он и им запретил уходить, пока они не были крещены Духом Святым. И когда они не были крещены, мы не должны. И когда им запрещено было, то же самое и распространяется на нас. Поэтому, когда люди доверяют свою жизнь Ишуа, то я им сразу приглашаю, предупреждаю, чтобы они также получили крещение Духом Святым. Ишуа был крещен Духом Святым, прежде чем Он начал совершать общественное служение. И также самые ученики должны были быть крещены, чтобы пойти совершать Своё служение. И нам нужно то же самое. Понимаете важность Духа Святого? Да. Он очень важен. Он был дан нам Я вам скажу так, что ничего из того, что я говорю, не оживет для человека, пока Дух Святой в это не войдет и не оживит это для человека. И если я случайно говорю что-то, что касается вашего сердца, это не моя заслуга, это Дух Святой. Вы можете сидеть вообще не слушать проповедь. И можете подумать, ой, я это уже слышал раньше. Но человек, который сидит рядом, рядом может сидеть человек, который скажет, что ой, я грешник, я должен доверить свою жизнь нашему. Правильно? Потому что Дух Святой работает индивидуально. Он может действовать на общинском уровне и также лично с каждым работать. И Дух Святой может заставить нас слышать разные вещи, нюхать даже разные вещи. Много лет назад я посещал Торонто церковь, может быть, где-то 10 лет назад. Да, может. Я не помню, но это было много лет назад. И Джон Арнодт был тогда пасторем в церкви. И Господь даже сделал... Ну, они говорили о том, что Дух Святой действует даже так, что у людей появляются золотые зубы. Но, знаете, я такой скептик. И я сказал, я в это не верю. И я, когда был там, вперед вышли люди, за них помолились, и они начали танцевать, прыгать и кричать, что у меня теперь золотой зуб. И, честно говоря, я был в беду с одной парой, с молодым парой из Флориды. И они сказали мне, в самом деле, он мне сказали, что его мужу было бы в гостях. И когда я вот так же обедал с одной парой из Флориды, то муж сказал, что у жены тоже появился золотой зуб. И она открыла свою рот. Я залез туда и посмотрел, есть ли там этот золотой зуб или нет. И они спросили, видишь? И я не мог его увидеть. I couldn't see it. I tried. I just couldn't see it. Пытался, пытался, но, честно, так и не смог его найти. И я спросил, где же он? He said, all the way back in my mouth. А он сказал, там, там, глубоко, глубоко во рту. И я говорю, можешь еще шире рот открыть? Дайте фонарик, хочу его найти. Но она говорит, да, он там, я его сегодня утром видел. И я сказал, хорошо, для меня достаточно, но я все равно скептично к этому отношусь. И на одном из служений вот в той же церкви я сел почти в самом конце, сидел и думал, но это неправда. Это подделка. И внезапно Джон Арнодт, как пастор, stood up. встал. And he said, oh, we have a skeptical here. И говорит, о, у нас тут скептик есть. Where are you down in the back? Где ты там сзади прячешься? And I didn't go, here I am. А я не закричал в ответ, вот он я. No, I just did say nothing. Я просто ничего не говорил. And he said, yes, there are, oh, there are more skepticals, he said. И он говорит, о, у нас еще даже не один скептик. I want all of you skepticals to come forth. Он говорит, я хочу, чтобы все, кто к этому скептически относится, выйдите вперед. And I was looking around, я смотрел вокруг, and there was a couple coming, and there was another person coming, and then I thought, well, I can go too. И я увидел, двое, пара вышла, потом еще один человек, и я подумал, хорошо, я тоже пойду. I'm a skeptical too. Потому что я аж скептик. So when we were up there, there were a hundred of us. И когда мы вышли, оказалось, что у нас сотни. Yeah. There was a congregation, now at the service, there were maybe twelve hundred people, and a hundred of us were skeptical. На служение было где-то тысяча двести человек, и где-то сотни из нас вот были скептиками. And then he said, now I'll pray for the Holy Spirit to do dental work in your mouth. And he prayed. And I just shook my head. Oh, no. Nothing is going to happen. Then suddenly, in a split second, it filled my mouth with that dental flavor all over my mouth, like I've just been brushing my teeth. И внезапно мой рот вдруг наполнился. Это было такое состояние, как будто бы я вот чистил зубы. It was all over my mouth, and I was tasting. What? What is going on here? Вдруг какой-то вкус такой привелся во рту, я не мог понять, что происходит, как будто бы зубной врач мне что-то просверлил зуб и что-то сделал с ним. I just had that taste. И у меня вот этот вкус появился. And I told the man next to me, I have that dental taste in my mouth. And he said, Me too. And then we just looked what's happening. Oh, maybe I got a gold tooth. And he said, Can I look? I said, Yeah. And I opened my mouth. And he said, Wider? And he said, No, I don't see a gold tooth. And he said, No, I don't see a gold tooth. And I said, Can I look into your mouth? And he said, Yes. He said, Yes. But no gold tooth. But the dental taste were for sure there. I tasted it. It was there. But the dental taste was for sure there. And he said, And he said, there were two or three of the skepticals who had gold teeth placed in their mouth. So I know the Holy Spirit can make you feel for real things that you don't even believe in. And I know that the Holy Spirit can make you feel something that you can't believe in. Another time we were in my church back home and we were worshiping the Lord. We were worshiping the Lord. The worship band was singing. The worship band was singing. And we were just praising the Lord. of the Lord. We were worshiping the Lord. We were worshiping the Lord. We were worshiping the Lord. Suddenly, suddenly, there was a smell of something nice, something wonderful. And I thought, where is that woman wearing that perfume? And I looked around. There were two women sitting two rows behind me. And I slowly moved closer to them. And I так двинулся ближе к ним и начал принюхиваться. No. Нет, от них ничего. У них не такой парфюм. I went up front. Вышел вперед. И я чувствовал этот прекрасный аромат. I wanted to smell it all the time. It was so beautiful. So sweet. Я бы хотел его всю жизнь чувствовать. Он был такой приятный, сладкий. Когда мы вернулись домой, я сказал жене, я спросил, ты ощущала этот прекрасный аромат? Она сказала, нет. Я спросил, вообще? Она сказала, нет. и во вторник уже я спросил еще у другой женщины. Она вообще сидела в другом конце зала. Она говорит, пастор, вы ощущали этот прекрасный аромат в воскресенье? Я говорю, да, точно. Она говорит, и я его ощущал, и мой друг тоже. Знаете, что это было? Это был прекрасный запах Духа Святого. Он был так реален, так прекрасен, что я просто хотел ощущать его постоянно. Дух Святой может заставить вас чувствовать, ощущать, слышать его вещи, как будто бы они реальны. По поводу слышания, однажды в воскресенье утром мы поклонялись к Господу. Кстати, мы всегда это делаем по воскресеньям. И мы стояли с закрытыми глазами, внезапно подул такой сильный ветер, что аж крыша начала трещать. и все не сговорившись посмотрели в окно в ожидании увидеть там шторм. Но ничего не было. Даже ни один листик не шелохнулся. но в доме в доме в здании во время поклонения мы слышали как вот этот дул этот ветер. Все слышали. И меня спросили, что это было, пастор? я сказал, что это дуновение Духа Святого. Это был сильный ветер Духа Святого. Мы физически его слышали, и он был там. пять минут не показали, но кажется осталось около того. Спасибо. Давайте перерыв.